МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Прямо сейчас о главных событиях в республике в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашем выпуске. Собираемся в школу. Маленькому чебоксарцу с ДЦП подарили специальное кресло. Достояние республики. Чувашские школьники вошли в сборную России по робототехнике. В них жизнь и любовь. В Чебоксарах работает выставка картин народного художника Чуваши Николая Енилина. Сегодня председатель Кабинета министров республики Иван Моторин побывал сразу в нескольких хозяйствах Цивильского и Красноармейского районов. На повестке дня уборочной работы, вопроса сортировки и хранения зерна. Параллельно идет сев о зимах. Подробнее завтра в нашей информационной программе. И сейчас к другим темам. В Чувашии можно приобрести уникальную юбилейную монету, выпущенную специально к 550-летию со дня основания Чебоксар. Серебряную монету номиналом 3 рубля Банк России выпустил в обращение в июле. Тираж 3000 штук. В Чувашии они появились накануне празднования Дня Города. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба России на оборотной достопримечательности Чебоксар. Драматический театр, здание Дома правительства и Успенский храм на фоне стилизованного изображения города. А также дата основания столицы Чувашии. Два новочебоксарских школьника вошли в состав сборной России по робототехнике. С ребятами встретилась Юлия Важенина. Сейчас я собираю базу для нашего трехколесного робота. Начнем. Как всегда с мотором. А я собираю колеса. При помощи этих колес робот может лезть в разные стороны. Дима и Ульяна Петровы совсем недавно вернулись с федеральных учебно-тренировочных сборов по робототехнике. Они состоялись на базе Иннополиса, что недалеко от Казани. 85 юных робототехников со всей страны проходили там отборочные состязания. Соревнования проходят в формате отладка заезды. Отладка была два с половиной часа. Мы готовили роботов, собирали их, программировали за эти два с половиной часа. Мы, понятное дело, приезжали с наработками какими-то из дома. После чего была турнирная сетка, турнирная таблица, при током которой отбирались команды. Никаких телефонов и интернетом. Даже общение с тренером под запретом. Испытания проходили в жестких условиях. Ребятам по памяти нужно было собрать робота. И если это кажется недостижимым для непосвященных, то для Димы обычное занятие. Он программирует и собирает такие умные машины уже четыре года. Мне нравится робототехника тем, что я считаю, что это будет мое будущее, это будет моя будущая профессия. Нравится получать эмоции от побед. А побед уже немало. Каждый год Дима становится лучшим в Олимпиадах разного уровня. Городских, республиканских, российских. Что касается его сестренки Ульяны, то она стала самой маленькой участницей Олимпиады. Я вместе с Димой ездила на Олимпиаду. Она очень прошла хорошо. Я радовалась, потому что мы заняли третье место. Народу было много. Они относились ко мне хорошо, помогали мне и умилялись. Дима и Ульяна соревнуются в категории футбол роботов. Это одно из самых продвинутых направлений. А тренирует их папа. По основному месту работы Евгений Петров – начальник транспортного цеха на одном из чебоксарских предприятий. Пять лет назад в дом Петровых попал набор лего и семью затянуло. Теперь их квартира – тренировочная база. Моя позиция такая, что дети должны делать все самостоятельно, ни в коем образом не вмешиваясь в программирование. То есть я выдаю задание детям, что надо сделать так-то. Ну, как обычно, первый ответ – это, что это невозможно. Но после, скажем, двух-трех часов обдумывания все получается, и дети начинают двигаться в нужном направлении. И в конце концов приходит к тому, что действительно это возможно, и все делается. Сейчас семья Петровых активно готовится к Всемирной Олимпиаде роботов. Она пройдет в начале ноября в Венгрии. Юлия Важенина, Валерий Резюков, Республика. Ребята из общественного движения «Молодая гвардия» запустили благотворительную акцию к первому сентября. Что дарит будущим первоклассникам, выясняла наша съемочная группа. Садиться за стол и выходить из-за него Алёше Прокопьеву все сложнее. Эту мебель мальчик перерос. Через пару дней он пойдет в школу, и для учебы ему необходим новый стол и стул. По состоянию здоровья ребенка нам как бы желательно было по рекомендации врачам, чтобы ребенок готовил уроки на таком специальном кресле ортопедическом. Денег на приобретение такого ортопедического кресла не хватает в семье. Цена вопроса – 18 тысяч рублей. Помощь пришла неожиданно. В интернете Октябрина узнала про акцию «Собери ребенка в школу» и оставила заявку. Что лежит в коробке, Леша знал уже точно. Подарок мальчик выбирал вместе с мамой. Главное, чтобы ортопедическое кресло хорошо держало спину и поддерживало ноги. Так, оставили. Что нужно нам сделать? Фиксировать. Закрутить. Да? Давай. Закручиваем. Прокопьевы – третья семья, которой члены общественной организации помогают собраться в школу. Видишь? О-о-о! Опа! Ой! И рука! Да, хула! Как тебе? Сидится на новом кресле? Отлично! На этом подарки не закончились. Ребята подарили набор констоваров – тетрадки, ручки, краски. Отлично! Пенал годный? Принимается? Угу. Адресную помощь молодая гвардия оказывает много лет подряд. Но в этом году создали даже фонд «Добро в действии», чтобы поддержка не была разовой. Работа фонда не исключается только в констоварах. Это же большой комплексный подход. И так же, как и с этой семьей, мы будем продолжать так же работать. Помощь может быть каких-то возникающих жизненных проблем, да, там, в плане образования ребенка и так далее. Где-то нужна поддержка юридическая, мы тоже будем готовы их консультировать. Собери ребенка в школу – одна из акций к первому сентября. Другая называется «Полки добра». Поучаствовать в ней может каждый. Отдать в дар констовары и школьные предметы можно в библиотеках Чебоксар. Татьяна Леонтьевна, Андрей Спиридонов, Республика. За партой в сентябре предлагают сесть и взрослым. В Чувашии заработает социальный проект «Школа для родителей». Он стал одним из победителей конкурса фонда президентских грантов. Авторы намерены еще раз привлечь внимание общества к семье и нравственным ценностям, формируемым в ней. Республиканский совет отцов ратует за повышение статуса и ответственности родителей. Прежде всего, пап – за воспитание детей. Они убеждены, только полная семья может дать детям нужную поддержку, защиту, а, наконец, безопасность и уверенность в жизни. Человека надо готовить к семейной жизни с измельства на личном примере. Проект поддержан Министерством образования, уполномоченным по правам ребенка Союзом женщин. В течение всего учебного года в 60 школах республики пройдут встречи педагогов-психологов с родителями и учениками старших классов. Речь пойдет о взаимоотношениях мужчины и женщины, роли каждого в семье, решении типичных проблемных ситуаций. На реализацию проекта выделено 1,6 млн рублей с фонда президентских грантов. Русский драматический театр открывает новый театральный сезон. Первую постановку представят на суд зрителей 5 сентября. Это спектакль «Оцы и дети. Доктор Базаров» в постановке народного артиста Чуваши Владимира Красотина. Тема конфликта поколений по-прежнему актуальна. Хотя со времени, когда Тургенев написал свое произведение, прошло 160 лет. Молодежь все так же отрицает опыт старших, хочет носить другую одежду, слушать другую музыку и жить по-своему. Премьерные показы прошли с большим успехом. Спектакль получил много положительных отзывов зрителей. В Чебоксарах состоялся юбилейный творческий вечер заслуженного артиста Чуваши Андриана Павлова. Поздравить актера с 70-летием пришли родственники, близкие друзья и верные поклонники. Андриан Николаевич Павлов родился в селе Шоршелы Мариинско-Пасадского района. Его крестным отцом был летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Андриан Николаев. В 1972 году Павлов окончил актерский факультет Ленинградского института театра музыки и кинематографии. После учебы вернулся на родину и более 10 лет служил в Чувашском академическом драматическом театре. Но хотелось не только играть на сцене, но и самому ставить спектакли. Так Андриан Павлов попал на высшие режиссерские курсы. Его постановки «Алька и Пелагея. Как живете, можете» постучал в окошко милый и белым-бела черемуха. Зрители помнят до сих пор. На его счету около 50 пьес. Их можно смотреть много раз и получать истинное удовольствие. Цветы и подарки в день юбилея, а еще признание зрителей и осознание того, что выбор когда-то был верным. Всего два дня осталось у чебоксарцев, чтобы посетить выставку народного художника Чувашия Николая Енилина. Особенно любят его за узнаваемые пейзажи, в которых поклонники видят родные места. Теплый летний вечер. Закончилась работа, и девушки собрались отдыхать. Плести венки, водить хоровод и обсуждать последние новости деревни. Картина такая живая, что кажется слышан их разговор. Вот такая она, малая родина, глазами народного художника Чувашия Николая Енилина. А еще это край холмов и оврагов. Однажды я, Геннадий Ильич, мы сами шли по оврагу, на окраин оврага, я увидел такой пейзаж. Я говорю, Геннадий Ильич, вот это то, что я ищу. Чувашская земля, она очень холмистая. Вот это, наверное, основа. Она поющая, как бы не прямолинейно, прямолинейно ты увидишь песню трудно. А вот когда холмы, вот Чабахсары у нас на семи холмах, когда приезжают, прилицают и так далее, говорят, как красиво ваш город. Несмотря на небольшое разнообразие жанров, оформить экспозицию было непросто. Это художник в каждом полотне разный. Совершенно разная манера письма наблюдается, совершенно разные ритмы, текстура. И так получалось часто, что работы не хотели висеть рядом на одной стене. И вот эти были сложности, довольно долгие были поиски. Экспозиция все же сложилась, и любимая родина, а именно так названа выставка, представлена во всей своей красе. Таким стал этот четверг, 29 августа. А я на сегодня прощаюсь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА